Здравствуйте, дорогие друзья! Библиотека Архангельский литературный музей предлагает вам посмотреть видеопрезентацию, посвященную северным писателям-фронтовикам. В библиотеке-музее есть экспозиция, посвященная этим писателям. Среди тех, кто приближал победу на фронтах Великой Отечественной войны, Фёдор Абрамов, Николай Жернаков, Александр Михайлов, Евгений Каковин, Александр Яшин и многие другие северные писатели. Александр Яшин, судьба которого связана с Севером, в Великую Отечественную войну воевал добровольцем, был военным корреспондентом, оборонил Ленинград, Сталинград, участвовал в освободительных боях за Крым. Вся жизнь Николая Жернакова, вся его биография – это многотрудный подвиг. Его трудовая страда началась ещё в детские и отроческие годы, в родных Холмогорах. Потом была война. Офицер советской армии Жернаков воевал под Москвой, Калининым, Ржевом, выходил из окружения, был четырежды ранен. В январе 1943 года в сражении под Харьковом был в упор прошит автоматной очередью. Чудом остался жив. Фёдор Александрович Абрамов тоже воевал на фронтах Великой Отечественной. Был ранен и тоже чудом остался жив. За участие в боях он был награждён Орденом Отечественной войны Второй степени в 1946 году и медалями за оборону Ленинграда и за победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Тема войны отражена в произведении Абрамова «Братья и сёстры», в рассказах «Вкус победы», «Афимин хлебец», «Хлебная корка» из цикла «Трава-мурава», в миниатюрах, «Чтобы увековечить сына» и «Медное колечко» в рассказе «Потомок Джима», где идёт речь о блокадном Ленинграде. В библиотеке Архангельском литературном музее есть книга Фёдора Абрамова «О войне и победе» и слова рефоризмов Фёдора Александровича «Абрамова, сотвори мир в душе и пошли его людям». И сегодня мы предлагаем вам послушать фрагменты из книги «Сотвори мир в душе» и пошли его людям. Умный солдат на войне нелёгкое дело, нелёгкая судьба. Войну-то ребятишки наворожили, ведь только играли в одну войну. Мы, вышедшие из ада войны, великие счастливцы, «А потому радуйся, радуйся и с высоты этой радости смотри на все свои неудачи, огорчения, иди победителем по жизни». Но самая большая радость в моей жизни это то, что я прошёл через войну и остался жив. Будь мужественен, будь человеком, будь солдатом всю свою жизнь, и это лучшая твоя память о погибших. Главный памятник павшим это наши дела сегодня, наше поведение, выдержали ли мы экзамен и не тяжелее ли выдержать проверку жизнью долгой, чем проверку войной. Память о погибших главная духовная опора людей всех поколений во все времена. На войне человек добреет по отношению к своим, родным и звереет по отношению к врагу. Человек на войне поистине игрушка, идёт, сидит, поёт, думает, вдруг хлоп-снаряд и нет ничего от человека. После войны я ни разу не плакала, грех великий плакать, кто пережил блокаду до войны. Зарок блокадницы. Я самый счастливый человек в деревне, на войну четыре человека из моего дома уходило, муж, трое сыновей, и все четверо вернулись. Самое счастливое. Разве беспрерывное сражение баб, подростков и стариков в тылу за жизнь, за помощь отцам и братьям, воевавшим на фронте, разве это не война? Участником войны стал известный писатель Евгений Степанович Коковин. В годы войны он работал военным журналистом газеты «Патриот Родины», писал рассказы и повести на военную тематику, был награждён медалью за победу над Германией. Предлагаем вам послушать отрывок из повести Евгения Степановича Коковина, вожав санитарной упряжки. Дважды упряжка приближалась к огневым рубежам наступающего взвода. На третий раз пробираться стало труднее. Взвод прикрывал открытый фланг, быстро маневрировал и теперь выдвинулся вперёд. Под жестоким огнём противника бойцы залегли. Собаки ползком тащили волокушу, нагруженную патронами. Впереди, не поднимая головы, по-пластунски двигался Анисимов. Он на слух определял отставание упряжки и приглушённым голосом изредка подавал команду «Вперёд, малыш, вперёд!» И малыш, цепляясь за нас, напрягался за всех сил. Слово «вперёд» было для него магическим. Оно влекло его, заставляло работать мускулами и забывать усталость. У разрушенной траншеи Анисимов остановил упряжку. Здесь лежали раненые командир взвода и два солдата. К траншее подползли подносчики патронов. Они забрали из волокуши коробки и отправились обратно ползком по полю. Рвущиеся мины высоко вздымали перемешанный землёй снег. Первым на волокушу был положен командир взвода. Ему требовалась немедленная операция. Снова команда «Вперёд!» И снова четвероногие друженики двинулись в путь. Несколько минут назад они спешили, спешили, чтобы доставить бойцам патроны. Теперь они спешили, чтобы вовремя привезти тяжело раненого командира в госпиталь. Спешили, чтобы спасти ему жизнь. Шум боя остался позади, но до медицинского пункта было ещё далеко. Командир взвода лежал без сознания. Он был совсем молодой. Лицо его побледнело от страданий и усталости. Теперь Анисимов поднялся и помогал собакам. Он придерживал волокуши на склонах и буграх. Он тоже устал. Может быть, с непривычки после длительного отдыха, а может быть, этот день был действительно необычно напряжённым. Почему он устал, об этом не смог бы сказать и сам вожатый. Собаки тоже поднялись и торопились вести лодочку. Вдруг наверху послышался знакомый свист. Вал минных разрывов закрыл лежащую впереди местность. Пулемётная стрельба усилилась. Над упряжкой ныли, визжали, посвистывали мины. Почувствовав опасность, собаки прилегли. Анисимов глазами поискал укрытие, но ничего подходящего не увидел. Он побежал в сторону, за ним вскочили собаки. Нужно было перебраться через разрушенную железнодорожную насыпь. Может быть, там найдётся местечко, где удастся переждать артиллерийский миномётный обстрел. Очевидно, противник готовился к контратаке. На нашей стороне тоже ожила артиллерия. Высоко над упряжкой царил невообразимый тревожный хаос. Вокруг всё ревело, стонало, ухало. Пожалуй, в такую переделку Анисимову никогда не приходилось попадать. Едва об этом подумал вожатый, как в тот же момент земля круто пошла под ним вниз. Он упал, может быть, сбитой волной, а может быть, по стенку самосохранения, но боли не чувствовалось. Впрочем, первая мысль у него была не о себе, о раненом командире, о своих питомцах, о своей упряжке. Ещё не успев ничего разглядеть среди дыма и клубящегося снега, он услышал жалобный собачий стон и взвизгивание. Анисимов хотел встать и не мог. Только сейчас он заметил, что брюки на колене разорваны и ощутил острую боль в ноге. Он пополз к упряжке и то, что он увидел, заставило его на секунду закрыть глаза. Неужели это действительность? На чёрном от крови снегу распластался бездыханный жук. Живот его был разорван и только кровь и снег скрывали огромную страшную рану. Невдалеке блестящая белая шерсть даже не была запачкана кровью. Должно быть осколок ударил ему в голову. Запутавшись в ремнях, извивался на снегу шарик. У него были перебиты передние лапы и только малыш молча смотрел на вожатого, не понимая, что случилось. Из разорванного уха, заливая морду, сочилась кровь. Носовая часть волокуши была раздроблена. Анисимов перерезал ремни и освободил шарика. Собака вскочила и тут же упала, зарывшись мордой в снег. Вожатый работал лёжа. Он перевязал разбитые лапы шарика и осторожно уложил собаку в лодочку к ногам раненого лейтенанта. Собака не противилась и с благодарностью тоскливо смотрела на вожатого. «Малыш, ко мне!» тихо сказал Анисимов, испытывающий глядя на вожака. Малыш с готовностью занял свое место у волокуши. Анисимов связал ремни и таким образом в упряжке остался один вожак. «Осилит ли?» Анисимов уперся в заднюю часть лодочки и привычно скомандовал «Малыш, вперёд!» То, что раньше тащили четыре собаки, сейчас досталось на долю одного малыша. Проваливаясь по самое брюхо в разрыхлённом снегу, оставшись одиноким в упряжке вожак, натянул потяг. С помощью Анисимова он струнул лодочку и потащил. Он крутил головой, словно стараясь отмахнуться от назойливой мухи. То была боль от кровоточащей раны. Никогда ещё малышу не было так тяжело. Кровь заливала правый глаз и вожаком ничего не видел. Тело собаки вытянулось, шерсть на животе касалась земли, тяжело душа, высунув язык. Малыш напрягал все силы, короткими шагами продвигаясь вперёд. Силой своих мускулов он словно вырывал у невидимого противника каждый сантиметр пути. Тяжёлое упорное движение действительно походило на борьбу. Казалось, даже зубы малыша участвуют в этой борьбе. Но как не тихо двигался малыш, за ним всё же Анисимов не поспевал. Нога одеревенела и вожатому приходилось ползти, работая только руками. Иногда ему удавалось дотянуться рукой до волокуши и подтолкнуть её и тем облегчить работу выбившегося из сил малыша. Огневой вал отошёл немного в сторону, но потрясающие земли разрыва снаряда всё ещё слышались. Так двигались они медленно, но с необычным упорством. Их нашли санитары не вдалеке от медицинского пункта. Вожатый отстал и лежал, потеряв сознание и уронив голову в снег. Волокуши застряла у разбитой сосны. Собака выла и в ярости рвала зубами колючие хвойные ветви, тщетно пытаясь вырвать лодочку из ловушки. Дорогие друзья, наша видеопрезентация подошла к концу. Благодарим вас за внимание и приглашаем на экскурсию в библиотеку Архангельский литературный музей. Всего вам доброго!